Здравствуйте, уважаемые трейдеры. С вами Татьяна Гимчук, Международный Клуб Трейдеров Картель. Я рада приветствовать вас на Картель ТВ. Сегодня среда, 5 ноября. Я предлагаю вашему вниманию обзор основных валютных пар рынков Форекс. Традиционно начнем наш обзор с просмотра основных событий экономического календаря. Итак, в европейскую сессию наиболее важными событиями будут парад индексов потребительских цен, который по очереди нам продемонстрирует Швейцария в 11.15 по московскому времени, затем Испания, через полчаса индекс деловой активности Италии, еще через 5 минут в 11.50 по Москве, индекс деловой активности Франции. В 12 часов будет композитный индекс по Евросоюзу в целом, но самым интересным событием в первой половине дня будет индекс деловой активности Великобритании, который опубликует в 12.30 по московскому времени. Во второй половине дня в американскую сессию наиболее важным будет два события. Это изменение числа занятых в месельскохозяйственном секторе по данным АДП, который опубликует в 16.15 по московскому времени, а также в 18 часов индекс деловой активности в сфере услуг АИСМ. Прошу учесть данные новости при открытии сделок, поиска точек входа и установлении стоплосовых профитов по интересующим вас валютным парам. Итак, приступим к обзору. Пара евро-доллар после продолжительного нисходящего тренда у нас находится в некоторой консолидации. Тем не менее, был обновлен текущий минимум. Мы пробили уровень 1.25.00, однако в понедельник после этого пробоя был сформирован небольшой пин-бар. Если мы натянем сетку Фибоначчи на нисходящее движение, то увидим, что пара торгуется между нулевым и 23 уровнем Фибоначчи. Все-таки пробой уровня 1.25.00 был ложным, и сейчас формируется откат. При более близком рассмотрении данного движения на графике АС-4, мы видим, что данный откат был точно до уровня 38.2 по Фибоначчи, и может быть вполне коррекционным. Поэтому после подтверждающих сигналов я бы искала все-таки продажи по данной валютной паре. Пара фунт-доллар после продолжительного нисходящего тренда также находится в консолидации, однако минимум не был обновлен, и пара торгуется немного выше уровня 1.5952. Кроме того, следует отметить, что в последние дни было сформировано много свечей Doge. При более близком рассмотрении видно, что это свеча Doge-Ula, которая свидетельствует о балансе сил продавцов и покупателей. То есть пара находится в консолидации, рынок еще не определился с тем, будет ли продолжение нисходящего тренда, или все-таки мы посмотрим на север. И я бы советовала воздержаться от сделок по данной валютной паре, пока рынок не определится и не выйдет из этой консолидации. То есть пока мы либо не пробьем уровень 1.5952, то есть у него снизу, это будет сигналом на продаже, либо пока мы не выйдем из данного ценового коридора, пробьем уровень 1.6164, то есть у него сверху, и это будет нам сигналом на покупке. Пара USDJPY на последней неделе взлетела вверх, стремительно пробили уровень 110.00, более того, обновили максимум, и это обновление было стремительным и существенным, то есть пара отметилась на уровне 114.20. Кажется, что это достаточно высокий уровень, однако если мы глянем на месячный график, то увидим, что у пары есть потенциал как продолжения движения вверх, так и некоторого отката. Поэтому, если мы натянем сетку Fibonacci на последнее восходящее движение, то вполне возможно предложить, что будет откат как минимум до уровня 23.6 по Fibonacci, или до района 111.86, и из этой точки я бы искала все-таки покупки по данной валютной паре как продолжение существующего восходящего тренда. Пара новозеландец-доллар после продолжительного нисходящего движения формирует консолидацию. Эта консолидация находится между уровнями 0.76.96 и 0.79.94. В последнее время пара засузила данный коридор и находится между 0.78.60 и 0.76.96. Однако, если мы глянем на месячный график, то видно, что из данной зоны пара может как отбиться и пойти на север, так, а также и пробить уровень 0.76.96 и отправиться на юг. Поэтому я бы советовала все-таки дождаться более точных сигналов. И если мы пробиваем уровень 0.76.96, после этого ждать дополнительных сигналов и искать продажи по данной валютной паре, либо если мы пробиваем 0.78.60, ждать евре-теста и искать покупки по данной валютной паре. А пока же находиться вне рынка и ждать дополнительных сигналов. Пара Австралии в доллар. Также после продолжительного тренда находится в консолидации. Она зажата в ценовом диапазоне между уровнями 0.88.20 и 0.86.60. Если мы глянем на месячный график, то также увидим, что из данной зоны пара как отбивалась и отправилась вверх, но также и пробивала данную зону и отправилась вниз. И движение вниз имеет достаточно большой потенциал. Поэтому при более близком рассмотрении я бы советовала дождаться более точных сигналов, чтобы пара вышла из данной зоны, которая находится между 0.23 уровнем Fibonacci и при пробое уровня 0.88.20 ожидать его ретеста и искать входы на покупки, либо при пробое уровня 0.86.60 ожидать ретеста данного уровня либо формирования каких-то дополнительных паттернов и ожидать продаж и искать входы в продажи по данной валютной паре. На этом у меня все. Я вам желаю удачной торговли и больших профитов. До встречи на Картель ТВ по средам.